ТРАПЬЕР ГРУП ПРОИЗВОДСТВО КОМПАНИИ ТРАПЬЕР ГРУПП Приветствую вас, дорогие друзья, подписчики и гости канала Заметки Номизмата. С вами Алексей Шулыков, автор нумизматического проекта Пол Павлушкин, и в этом выпуске мы продолжаем знакомиться с европейскими монетами, чья история неразрывно связана с историей России. ТРАПЬЕР ГРУП ПРОИЗВОДСТВО КОМПАНИИ На этот раз речь пойдет о талере княжества Евер, чье российское гражданство было довольно недолгим, но все же оставило о себе памятник в виде монеты. Евер достался по наследству Екатерине Великой от упокоившегося брата Феридриха Августа, и наша императрица сделала регентом правителем вдову усопшего, внеся некоторые коррективы в свод еверских законов, призванных послужить в пользу Российской империи. Павел I, вступив на трон, повелел чеканить еверские талеры и полуталеры с державным имперским российским орлом, а номиналы более мелкие с гербом Евера, что и было сделано в 1798 году. «По тсению твоих крыльев» — именно такой девиз вписан в легенде Аверса, призванный показать вассальный статус княжества. На реверсе же в легенде полное родовое имя Екатерины II — Федерико Августа София, принцесса ангальской династии. Все отчеканенные монеты датируются только одним этим 1798 годом. Ввиду крайней редкости, они нечасто представлены на аукционах, имеют большой спрос как среди коллекционеров-тайлеров, так и среди собирателей российских монет. Ввиду всего этого, на них всегда весьма высокий спрос и ценник. Евер недолго пробыл вассалом Российской империи. Наполеонские войны, а затем политика Александра I вернула это княжество в руки германских правителей. Но, смотря на эту монету, беря ее в руки, мы прикасаемся к истории XVIII столетия и переносимся в то время, когда маленькое германское княжество было частичкой большой России. На этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, хороших монет в коллекцию, приятного просмотра.